Завершение хоккейного сезона, несоциальная социальная реклама и очередное смягчение антиковидных мер. О чем говорит город, говорим и мы. Обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней. В эфире «Соседский Wi-Fi» в студии Петр Смирнов и Лидия Шулаева. Подключаемся. Ну, Петр, я думаю, начнем с приятного. Ковидные меры, антиковидные, они смягчаются. И наш губернатор обещал, что выпускным, очным выпускным в детских садах, школах, колледжах, вузах быть. Правда, с ограничениями, но тем не менее, они будут очными. То есть, это будет праздник. Ну да, не как в прошлый год, где в итоге дети так и не смогли нормально провести выпускные. Но нельзя проводить выпускные на каких-то выездных территориях, там теплоходы, как-то все на территориях школы или детского сада должно быть. И там ограничения по родителям, что от семьи только, кроме ребенка, только один представитель может принимать участие в этом празднике. Ты знаешь, у меня было два выпускных. Как это? Ну так. Один был здесь, я заканчивал 10-ю школу, которая уже не существует в Сарове. Но в 10-ю школу я приехал в 10-11 класс. И тот класс, в котором я учился в Нижнем Новгороде до 9 класса, они меня еще хорошо помнили. И позвали на свой выпускной. И они были в разный день, и я и здесь погулял, и в Нижний съездил. Класс. И там тоже погулял выпускной. Поэтому такая вот у меня, да. В этом году, кстати, 20 лет выпуску у нас. Ого, сколько времени прошло. Да, да, да. Ну самое классное, что хотя бы один выпускной в этом году. Хотя бы один. Два, два, это уже роскошь. Хотя уже и один выпускной роскошь. Хочется надеяться, что вся эта история скоро закончится. Потому что, ну правда. Хотя, когда я думаю обо всей этой истории с пандемией, мне кажется, что мы такое интересное поколение. Смотри-ка, Петь, мы застали крушение Советского Союза. Мы застали лихие 90-е. Ну да, да. Мы прожили год в пандемию. Пандемию, это вообще ситуация невозможно было представить, что пандемия может случиться в 21 веке. И я оглядываюсь на жизнь нашего поколения и думаю, ого, как мы вообще выжили-то. Да, да, да. Но тем не менее, это интересно с той точки зрения, что мы вот про это будут писать в учебниках, а мы живые свидетели вот всей этой истории. Ну, может быть, мы и сами что-нибудь напишем в своих мемуарах, помимо учебников. Да, кстати, можно наши новости перевести в текстовый формат. И вот тебе учебники по новейшей истории. Для Сарова. Да, да, да. Ну и продолжая тему антиковидных мер, мы с тобой уже обсуждали историю с Турцией, что полеты могут закрыться. И в тот же день, когда программа вышла и в эфир, пришла информация официальная о том, что полеты до 1 июня закрываются в Турции. Самое примечательное – это цифра. Цифра в рублях, сколько денег? 32 миллиарда рублей. Это уже забронированные туры на этот период. А есть же люди, которые еще не выкупили туры, а просто их запланировали. Ну, то смотри, получается, вот просто итогом такого запрета – это 500 тысяч человек приблизительно пострадали. Это по информации Ассоциации туризма, операторов туризма. То есть, по информации Ассоциации туризма, 500 тысяч человек, 32 миллиарда пострадавших. Но самое интересное… 32 миллиарда рублей – это ущерб пострадавшим. 32 миллиарда рублей – это ущерб пострадавшим. Но самое интересное – это скачок цен на курорты Краснодарского края, Крым, Объединенные Арабские Эмираты, Египет. Все сразу же от 20 до 50% поднялось в цене после запрета в Турции. Более того, я тебе скажу, что и Турция поднялась в цене, потому что те отели, которые на майские праздники, допустим, не абсолютная цифра, а абстрактная, 10 тысяч за номер стоил отель. Он уже стоит на август, если переносить бронь, 25 тысяч. А, так ведь можно перенести, и там типа один, когда один, два уже. Да, но цену они уже поднялись. То есть отбить те недополученные средства. Поэтому можно сколько угодно говорить, что эта новость не интересна Сарову, и она Сарова не касается, а она касается. Потому что саровчане даже не выездные, они сейчас переплатят за отдых в России. Да, это коснется каждого. На самом деле в этой ситуации получается так, что кого мы наказываем-то в итоге, кого? Сами себя? Ну, при этом, ты знаешь, самое обидное в этой ситуации, это на просторах интернета видео от тех туристов, которые все-таки успели до 15 апреля выскочить в Турцию. Они нормально отдыхают на территориях отелей, нет никаких ограничений внутри отельной территории. А территории отелей в Турции огромные. Да, они занимаются с аниматорами, купаются в бассейнах с подогревом, пьют коктейли, и им хорошо. Отдыхают. А мы сидим и думаем, господи, наш запланированный отпуск в Краснодарском крае обойдется нам в три раза дороже. Курорты Краснодарского края, друзья. По космическим ценам. Да, да. Ну и к другим новостям. Социальная реклама, наши любимые. Слушай, вообще, да, для меня было открытием, я даже специально у себя в Телеграм-канале сделал пост. Такой прям яркий момент, вот все, наверное, видели рекламу интернет-приемной депутата Государственной Думы Дениса Москвина. Она висит прямо на въезде в городе, на улице Зернова, на перекрестке с улицы Садовой. Я-то думал, ну как, политическая реклама, и политическая, может быть, за нее деньги заплатили, висит себе. Висит, оказывается, нет, друзья, это просто социальная реклама. Вот у нас теперь такая социальная реклама размещена по заявке администрации города, значит, по заявке партии «Единая Россия». Вот так вот у нас выглядит социальная реклама. Но там еще, как говорится, глубоко кроличья нора. Насколько? Очень. Сейчас в рамках рабочей группы мы разбираемся вообще с рынком наружной рекламы, с вот этими билбордами, которые у нас стоят по городу. И там очень много интересных таких социальных типа реклам, якобы, да. И вот буквально недавно был отчет КСП на эту тему, мы его как раз разбирали на комитете. По результатам конкурса, который состоялся четыре года назад, у нас было предложено 100% социальной рекламы. Да, и это помним. Мы все это помним. Собственно говоря, это является таким ярким моментом во всем этом конкурсе. Все остальное как бы второго плана. Ну, собственно, по-моему, это один из главных аргументов, почему победили те, кто победили. Они предложили объем 100% социальной рекламы. Один из тех критериев, который дал им дополнительные очки и баллы для победы в конкурсе. Но КСП посчитало и выяснилось, что, оказывается, у нас социальная реклама используется максимум 6,2% в одном из, по-моему, 2018 или 2019-х годов. От 0,25, по-моему. 0,25 это было в 2017 году, там за полгода считалось. Там всего один социальный билборд размещался. А вот в течение, когда уже нормальный год, если взять, то максимально 6,2%. То есть по закону положено не менее 5%. Ну, от 0 до 5%. И если бы мы проводили просто аукцион, мы просто заработали бы, я имею в виду, городской бюджет больше денег. И ничего бы не потеряли с точки зрения социальной рекламы. Вот, собственно говоря, Конрорасчетная палата просто подтвердила мои выводы. И ситуация, на самом деле, такая интересная. Но рабочая группа продолжается. Посмотрим, к чему все это придет. По крайней мере, сейчас мы уже имеем некий набор документов, с которыми можно работать. А у меня вот какой вопрос возник. Если у нас Денис Павлович висит бесплатно, как социальная реклама, то почему не могут депутаты городской думы повеситься, хотела сказать. Повеситься. Повесить, да, тоже свои билборды. И рассказать о своих приемных, например. Ну, слушай, ну, на самом деле, надо проверить. То есть, вот, взять, написать Михаилу Анатольевичу Кашпаеву, директору департамента архитектуры, который, собственно говоря, принимает, видимо, эти решения, да, разместить, не разместить. Надо написать за обращение, там, уважаемый Михаил Анатольевич, прошу вас разместить информацию о моей депутатской деятельности. Ну, может быть, там, часы приема, место, где я принимаю, да, своих избирателей. Вот и посмотрим, согласится он. Я бы даже место точно укажу, где мне надо, потому что я хочу, чтобы это было около моего округа. А могут люди выбирать место под социальную рекламу? А у нас же 100%. А, у нас же 100%. Мы же, по идее, можем любое место занять. Да, класс. А какие-то есть оговоренности, там, допустим, при наличии свободных мест или еще что-то? Как вот 100%? Как выглядит 100% социальной рекламы, я не очень понимаю. Вот у меня есть какие-то договоры, наверное, долгосрочные с рекламодателями. Они там висят год или полтора на этом месте. И тут мне говорят, а мы хотим сюда вот социальную рекламу. И там, конечно же, есть сроки, значит, в которые администрация должна уведомить владельца рекламной конструкции, что вот мы у тебя там с такого-то числа, значит, размещаем социальную рекламу. Он, значит, должен обговорить этот вопрос, да, с тем рекламодателем, который там размещается, снять его, повесить. Время социальной рекламы вышло, снимается социальная, вешается обратно коммерческая. Да, ну что такое 100%? 100% значит, мы можем все занять социальной рекламой. Но, как мы видим по отчету КСП, все мы не занимаем социальной рекламой. Намеренно это было сделано или не намеренно. Ну, например, на рабочей группе звучит так, что, ну, как бы нелогично давать 100%. Ну, нелогично, да. Только если ты не предполагаешь, что эти все 100% никогда не будут заняты. То есть если ты даешь 100%, ты 100% уверен, даешь 100% социальной рекламы со 100% уверенностью, что никогда эти 100% у тебя не появятся. То есть тот, когда говорят, а могли другие также заявить 100%, но они не могли для себя быть гарантированно уверены, что им эти 100% туда не повесят. То есть, соответственно, будут просто нести убытки. Ты сейчас на какой-то предварительный сговор намекаешь? По-моему, я прямо о нем говорю. Вот даже вот не намекаю, а прямо говорю о том, что те, кто победил, находились в каком-то определенном, ну, по крайней мере, цифры об этом говорят. Это очевидно. Ну и что нас ждет с рынком рекламы? Потому что пятилетние вот эти вот сроки, они истекают. Ну, подходит концу. В следующем году будет следующий конкурс. Я надеюсь, мы к нему... Конкурс или аукцион? Пока конкурс. Пока документация не изменилась, пока будет конкурс, пока условия те же самые, что были в 2017 году. Два варианта. Либо мы перейдем на аукцион, как это сделали в Нижнем Новгороде, например. Либо мы все-таки приведем в порядок нормального, напишем в условия конкурса, поставим всех в рамки, в одинаковые условия, где люди будут конкурировать, может быть, не столько социальной рекламой или субъективными параметрами. А будет главным аргумент наполняемость казны? В том числе, с моей точки зрения, может быть, мы не выиграем с точки зрения денег, но хотя бы уберем часть рекламных конструкций, которые будут невостребованы. Потому что, ну, зачем нам столько рекламных конструкций на улице у города? Я вот не понимаю, зачем. Некоторые так вообще не попадают под стандарты, под требования ГОСТов, с моей точки зрения. А что, если они не попадают под требования ГОСТов, почему их не демонтируют? Ну, ты же понимаешь, это то же самое, что вот уверенность в стопроцентной социальной рекламе. Это примерно туда же. Ну, что я могу сказать? Разбирайтесь, товарищи, на своей рабочей группе. Разбираемся, работаем. И делайте наш город еще лучше. В Японии кошку на один день назначили главой полицейского управления города Таяма. Так Коко отблагодарили за помощь в спасении пожилого мужчины. Хорошей девочке вручили грамоту, подарили форму и фуражку. А еще Коко приняла участие в уроках безопасности дорожного движения для школьников и лапкой поставила печать под присягой, в которой говорится, что кошечка торжественно обещает и впредь быть бдительной. Люди не открывают окна, потому что боятся, что животное проникнет в их дома. С такими словами, жительница польского Кракова позвонила в службу защиты животных. Женщина заявила, что уже два дня на дереве сидит неведомая зверюга, похожая на игуану, и всех пугает. Приехав на место, сотрудники службы выяснили, что это был обычный круассан, застрявший в ветках. Эмигрантка из Барнаула Нина Чернышева добилась открытия памятника Юрию Гагарину в США. Статую установили у центра НАСА на мысе Канаверал во Флориде. Подготовка шла два года. Нина Георгиевна с мужем и друзьями первыми возложили к монументу цветы. А к нашему соседскому Wi-Fi подключился Сергей Макеичев. И это уже пятый или шестой его визит в нашем знаковом соседском Wi-Fi. У нас, друзья, сотый выпуск и гость почетный. Сергей, закончился у нас очередное соревнование Нижегородский. И вы вышли бронзовыми призерами. Расскажи. Второй год подряд. Второй год подряд. Снова бронза. Нет, честными бронзовыми призерами. Ну да. В смысле честными. Ну, в том году же за счет пандемии за третье место матч так и не состоялся. Мы приняли решение общее с Павловым. Тот же соперник, что и в этом году был. Чтобы не играть. Потому что уже была осень. Составы уже были другие. Какие-то ребята уже уехали. Поэтому два третьих места было в том году. В этом году оно было разыграно. И Павло потерпел крушение. Класс. Вообще тяжело был сезон? Ну, не сказать, что тяжелый. Он был какой-то неоднообразный из-за этой пандемии. То есть у нас порядка 60-70% состава команд переболел в межсезонье. Когда были игры, кто-то хворал, кто-то играл. Потом тяжело после этой болячки выходить. Поэтому, ну, не могу сказать, что тяжелый, такой же. Но в этом году очень много было поражений. Потому что то состав не собирался, то желаний нет, то финансовые вопросы какие-то там не урегулированные. Непонятная до конца была, до Нового года там ситуация по финансированию. Но на плей-офф собрались. И дали бой. И Таншаева, я думаю, там запомнит наши полуфинальные матчи. И да. И Павлова, думаю, будет уроком, что нужно собираться всем. А не минимальным составом приезжать и цепляться. Так в целом. Не можем удалить Таншаеву третий год подряд в полуфинале. А что такое с этим Таншаевым? Ну, во-первых, самая дальняя команда. То есть мы на юге области, а они на севере области. То есть до них 502 километра. До Москвы там 489. А до туда 502. То есть еще больше на 10 километров. Ехать тяжело. Ну, состав не собирается. Выезжать надо рано. А там болельщики, судейство, все помогает, родные стены. Плюс там легионеры хорошие, студенты, которые становились чемпионом мира по студенческой лиге. То есть немножко опыта побольше у нас. Мастеровитых мальчишек в сезоне мало. На плей-офф, да, были и Кулебакин, и Поляков. Как бы здесь класс немножко другой уже. Ну, болельщики-то и у нас появились наконец-то. Ну, у нас самые лучшие болельщики. Нет, у нас столько, сколько ходят в Сарове, нигде не ходят. То есть, ну, в Таншаево ходят прилично. В Кстове ходят прилично. Но столько, сколько у нас. Ну, во-первых, у нас стадион, а не ФОК. И, во-вторых, у нас как бы все равно, я думаю, преданные из года в год все равно там и пенсионеры, которые там и ветераны спорта, которые хотят. Ну, что делать в выходной день? Это оп, хоккей пошел, посмотрел. Ну, состав на трибунах, он такой стабильный уже, примерно, уже знакомые лица. Да-да-да. Да-да-да, и поэтому все спрашивают. В этом сезоне очень много выездных игр было, да? Да. Таким составом чемпионата пять команд, да, играли две на выезде, одну дома. Нет, первый круг вообще играли весь на выезде, потому что не было, да, разрешения городского проводить соревнования у нас здесь. То есть, да, и также и МХЛ, и ЮХЛ, то же самое, они 85% чемпионатов сыграли на выезде. Тяжело, это, конечно. То есть, они последние матчи только в феврале сыграли дома, а до этого все матчи на выезде. То есть, конечно, тяжело, ты едешь там, и судейство, и все равно ты едешь, это дорога, это все равно выматывает. И даже ты там приезжаешь, ночуешь, ну, и все равно дома ты выспался, там, встал в 10 часов, прогулялся по завтраку, пришел в час хоккей, совсем другое. И мамка, папка, жена, дети, все за тебя болеют, кричат. Когда разрешили болельщикам приходить на трибуны, мне кажется, игра просто изменилась. Да, конечно, нет, но при пустых трибунах это не хоккей. Дух падал, да? Да даже вот в фоке приезжаешь, вот впал, там, на трибуне 10 человек, ну, это не хоккей. То есть, даже в Павлово не сегодня-то болеют? Нет, в Павлово, во-первых, нет, я так думаю, что информационной вот этой всей структуры, что там хоккей или что-то. Плюс, там нет фанатиков, то есть, там, да, любители, там, у них чемпионат в городе, у них там Павловский район, у них там чемпионат. То есть, есть любители хоккея, но таких вот преданных фанатиков, что там прийти посмотреть на своих воспитанников, такого нет. А вы посмотрите, до чего преданность хоккею довела нашего директора Петра Смирнова. Да, комментировать, да, это, конечно, с подчином, это, ну, конечно, не как Константин Поляков, у него старш высшей лиги, но я думаю, что если взять это на контроль, вы в следующем сезоне побырнетесь. Будут уже... С Константином Поляковым? Да, будет конкурс в интернете, кто комментировать, давайте выбирать, кого комментировать. Да я боюсь, знаешь, до чего дойдет, что он скажет, придет, скажет, Серега, возьми в команду, а ну хоть кем-то. Да у нас мы не коммерческая организация, у нас нет, у нас все желающие, приходите. Взяли бы Петра? Ну, Ульянов же катается, сделал свою группу, тоже он... Вот надо к нему присоединиться, там много экипировки, надо санкции получать на это. Да что-нибудь найдем уж экипировку-то, да, коньки купи, а там остальное найдем для первого начала. Ну класс, все. Слушай, я бы вот своей комментаторской, как говорится, позиции, да, могу отметить, например, Молокова, 43-й номер. Да, да, Евгений Молокова. Вот настолько он новенький, я так понимал, первый сезон играл. Нет, он Саровский, он воспитанник, да, 2000-го года выпуска, просто он потом поступил в Нижний, уехал и играл в Нижнем Новгороде, там, я не знаю, на город или где. Он играл на область три года назад за Далин Константинова, и я так понял, что в этом году тоже хотел. Но вот за счет этой пандемии, там, институты перевели дистанционно, он приехал домой, начал ходить на тренировки, попросился заявиться, заявили, и я скажу, что это такое открытие этого сезона. Да, я тоже для себя очень отметил, потому что такая, ну, бодрая, очень быстрая, техничная даже, способная в индивидуальные действия, вот, конечно, там, с точки зрения забитых шаг, может быть, реализация, но ее нет. Ну, силенок немножко не хватает. Но вот именно вот его стремление, желание и скорость, оно просто поражает порой, то есть, как вот он двигается по площадке, как можно сказать, так. Моментиков много, силенок не хватает. Меток создает. Ну, и я замечу, что, конечно, в плей-офф заиграла связка Румыния-Клепнева, чего не было в регулярке, вот, но она прям заиграла и разобивались так, что прям... А почему не было в регулярке, чего не хватало? Ну, я говорю, то есть, Румыния-Клепнев переболел, Румыния-Клепнева переболел ковидом, Мишка сейчас работает тренером, то есть, где-то турниры детские, то есть, у Сергея тоже там смена работы, покупка квартиры, это все накладывается, поэтому... А вообще, что можно сказать о составе хоккейного клуба? Как у вас обстоят дела с кадровым составом? Ну, у нас все то же самое, только у нас, я говорил, в начале сезона у нас добавились Артем Бубликов из Юхайла пришел, Женя Молоков, вот, новые. Я думаю, на следующий год сейчас еще так же, вот, сейчас выпуск будет 29 апреля 2003 год, то есть, еще порядка там двух-трех человек планирует в последующий год. А по следующему сезону есть какое-то видение? Нет, еще этот сезон даже не закрыт, и по следующему даже еще никто ничего не разговаривает. Ну, как правило, это будет сентябрь месяц, то есть, сейчас в конце мая, после майских праздников будет закрыт сезон поведения итогов Нижнего Новгорода Федерации, там, ФОКи какого-нибудь соберут, всех поздравят, скажут всем спасибо, предложения, вопросы, как всегда, все останется без ответа. И все, и, да, 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 и все, и лето отпуска, все федерации отпуска. Я думаю, здесь вопрос-то состоит не в том, что там будет, какие планы на будущий сезон, а вообще будет следующий сезон? Будем сохранять по максимуму, я думаю, что. Ну, если сейчас и остановить эту машину, то ее уже никто не запустит. То есть, это вот Павел Владимирович запустил в свое время, там, благодаря там Славе Парфеновым усилий, там, эти подписи, 10 тысяч подписей собирали, то есть, запустили эту машину, это было очень тяжело, и сейчас ее надо тянуть до Победного. Я думаю, что все равно, как бы, ФОК, ФОК на каждом совещании, все равно, и он, и этот вопрос есть, и я думаю, что рано или поздно все равно его добьют. Теми, что строительству ФОК. Да, 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 и он нужен, он очень нужен. А ФОК это дал бы новый виток, да? Ну, да, то есть, как бы разгрузить Ледовый дворец, плюс больше детей, плюс больше коммерческих команд, больше в НЕВ, то есть, сейчас в НЕВ он готов кататься, но нет времени, допустим. В Ледовом, да, они ездят в Вардатов, там, они ездят в Первомайск, то есть, а это другая ветка, то есть, больше команд будет участвовать, то есть, в НЕВ тоже есть люди, которые не против. Вот, кстати, да, городской чемпионат тоже, если больше команд, больше льда, больше команд, можно и городской чемпионат. Он же был всегда, вот, когда я играл, был же городской чемпионат, но мы были одной командой, больше не было. Потом началось ВХЛ, МХЛ, плюс школа, там, 10 годов, вот сейчас у нас, там, с 2015-го по 2003-2012 возрастов тренируется. Класс. А у меня еще такой вопрос, мне кажется, чемпионат на 5 команд, ну, это такая себе история. Почему так мало команд? Ну, палка о двух концах, то есть, вот, с одной стороны, такого не было в моей практике никогда, то есть, если было 5 команд, чемпионат не начинался. То есть, хотя бы 6-7. Но, вот, как в этом году практика показала, 5 команд, но они все приблизительно одинакового уровня. Поэтому зрелищные матчи получались. Да, в первой лиге еще 5 команд, и они, вот, тоже приблизительно одинакового уровня. То есть, и началось, вот, именно с первой лиги, они сказали, что нам неинтересно, что мы сейчас там заявимся, будем получать по десятку, и смысл нам выделять бюджетные деньги, как мы потом это все... И вот, федерация пришла к тому, что разделили, сейчас 4 лиги. Высшая, первая, вторая и третья. В третьей лиге тоже 4 команды, во второй лиге 8 команд. Ну, то есть, там, соответственно, уже чемпионат деревень, фактически. Деревень, вот, именно в этом, в третьей лиге, то есть, высшая лига, это 5 плюс 1 легионеров, первая лига, это 3 плюс 1 легионеров. Во второй лиге 3 плюс 1 легионеров, и во второй или в третьей лиге вообще без легионеров, то есть, своими воспитанниками. Да, и во второй лиге не могут играть школьники, кто заканчивал школу, либо Торпеда, либо Саров. А почему? Ну, вот такой вот регламент. То есть, там совсем прям любительское, любительское. Не знаю, все против, все команды, конечно, такой, ну, интересная была ситуация, вот, там, 4 лиги по 5 команд, там. Но все за то, что сделать, как раньше было, высшая лига, это безлимит. То есть, сколько хочешь, есть деньги, 10 человек заявляешь, нет денег, там, 2, хочешь, своими. И первая лига, это вот именно своими воспитанниками развивать свои. Вообще без этих? Да, вообще без легионеров, да. Практически везде. И тогда большее количество команд в каждой лиге будет, и убрать вторую и третью, получается. Да, да, да. И, ну, везде легионеры есть. Допустим, в том же Таншаево, там, 5 человек прописанных уже 3 года. Но прописанных, но они не уроженцы. То есть, вот они как начали играть, там, их сразу прописали в Таншаеве. Они считают, у них там по 3 года прописка, все, они таншаевские. Так же и в Сеченово, из Чувашки, там, из Чубаксар, ездят тоже на двух машинах. Там 4 легионера, получается, с вратарем, 3 плюс 1. И 4 прописанных в Сеченово. Которые из Чувашки. То есть, вот, 8 человек, но они не сеченовские. И так же им платят деньги, неплохие деньги. Поэтому и говорят то, что, ну, это неправильная позиция. Все-таки, вот, если 5 и 5, да, первые выше, их надо просто объединить. То есть, ну, да, есть сильные команды, да, есть... Ну, чем интереснее, тем интереснее. Понятно, что основная борьба между, там, Саровым, Таншаевым и Кстовым, да, будет происходить. Ну, вот сейчас Вача. Вача, ну, это просто какой-то, ну, условно говоря... Да нет, ну... Как был пиар-проектом, так он ими остается. То есть, он в ней... Ну, Вача – это такая команда, которая, вот, она будет. И, как бы, сейчас вот с главным тренером, с Денисом Тулякиным разговаривали, она будет. Но она не настолько сильная, что она там переезжала всех за десяток. То есть, мы у них здесь дома отобрали первое очко. То есть, мы сыграли 3-3 и по буллитам проиграли. Я имею в виду, что есть еще вот другие команды, типа Сеченова, да, и там Арзамаса, которые играют в первой лиге. В Сеченово тоже тяжело. Потому что они пословее. Но сеченовские, кстати, болельщики. Болельщики, да, огонь. Там очень тяжело играть в Сеченово. Там и барабаны, и дудки, и... Да, я помню, мы ездили. И с сёколы ходуном ходят там вот по кругу. Там только болельщики, мне кажется, могут задавить. Да, да, там эмоционально тяжело очень играть. То есть, ты забиваешь тишина, а когда они забивают, там и с пяток, и адреналин хлыщет в голову. То есть, ну, блин, там очень... Вот там, кстати, вот там голова, там Набоков, по-моему, что ли. Ну, сеченовские боятся. Они не боятся, они тоже, как бы, они вкладывают денег, хотят какой-то результат. Хотят первые места. Да, хотят, хотя бы быть в тройке, даже вот так будем говорить. Сейчас вот они вылетели сбором, они сейчас в первой лиге играют за третье место. Главные итоги, давайте подведем. Хоккею в Сарове быть. Не знаем, как там сложится лига, не знаем, сколько команд в какой лиге будет, но в Сарове хоккей будет. Будет, да, я думаю. А, и по итогам сезона, как вообще оцениваете игру? Понравилось, не понравилось, можно было лучше или на уровне? Хотелось лучше. Хотелось лучше. И в этом году, я думаю, что шансы были, ну, не стопроцентные, но 99% можно было поиграть в финале и добиться результата наивысшего. Но, как сейчас у нас говорят, пандемия внесла свои коррективы. Да, да. Да нет, и где-то не хватило мастерства, где-то не хватило удачи, где-то вези. Азарта. Где-то немножко дисциплина, да, где-то мотивации. То есть, когда против тебя выходят люди и им объявляют суммы, и за эти суммы ты реально их понимаешь, что они твои. А у нас мы не можем объявить суммы, мы не коммерческая организация, поэтому. Нет, да нет, в целом сезон неплохой. Спасибо мальчишкам, которые не убежали и остались даже в такое тяжелое время. Я думаю, что мы поработаем и будет лучше. Спасибо всем болельщикам. Спасибо каналу «16» за трансляцию. Да, это незаменимая вещь. Мы обрели просто такого друга, как канал «16» в лице Петра Смирнова. Что мы... Нового комментатора. Да, новый комментатор. Тем более, тут всегда все показывает, всегда все освещает. Не везде освещает. Где-то просто, как в Таншаю, камеру ставят, и она вот просто двигается. Хотя бы так. А некоторые матчи мы даже на «Саров-24» показывали в прямом эфире. Да. Поэтому, как бы, большое всем спасибо, кто тут «Ледовый дворец», директор «Ледового дворца». Да все, кто причастен хоть какой-то малой долей. К развитию спорта. Всем большое спасибо. Ларису Валерьевну. Потому что Ларису Валерьевну до Пустынниковой идет всегда на контакт и по мере возможности помогает решать насущные вопросы. Класс. Без них очень тяжело. Ну, а мы поздравляем вас с бронзой. Спасибо. А с вами увидимся на трибунах в следующем году, в следующем сезоне. Следите и поддерживайте наших хоккеистов. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова